Приветствую, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами про остеопороз. Прошел ровно год с тех пор, как мы с вами говорили про остеопороз. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы повторяемся. 20 октября – Всемирный день остеопороза. Это тот день, когда принято говорить об этом актуальнейшем заболевании, потому что наша осведомленность о нем, ну, по крайней мере, осведомленность о мерах профилактики этого состояния, ну, очень многим может спасти здоровье и даже жизнь. В двух словах напомню самое главное, но тем не менее всех, кто старше 50 лет, всех, кто женского пола, настоятельно прошу посмотреть наше видео про остеопороз, которое мы записали ровно год назад. Там мы говорим о базовых вещах. Остеопороз – это заболевание, которое проявляется уменьшением плотности костей. У этого состояния есть множество причин. Тем не менее, оно, как правило, начинается в возрасте 50+, и особо актуально для женщин после менопаузы. При этом у людей обоего пола есть эффективные методы и контроля, и профилактики остеопороза. Сегодня я хотел бы поговорить о главном методе, который доступен нам всем, о том, как с помощью продуктов питания, как с помощью диеты мы можем профилактировать остеопороз. Но для начала, ну, просто базовая информация к размышлению, чтобы вы понимали, насколько все это актуально. По причине того, что население всего мира стареет, по той причине, что население всего мира меньше двигается, и по причине того, что население всего мира все больше из деревень перебирается в города, число случаев остеопороза и его последствий стремительно растет. Растет в такой прогрессии, что к 2050 году частота переломов шейки бедра у мужчин вырастет на 310%, а у женщин на 240%. Еще цифры. Каждые три секунды в мире происходит перелом костей, связанный с остеопорозом. Остеопороз – причина большего числа дней, проведенных в стационаре, ну, больше, чем рак молочной железы, чем стенокардия, чем диабет и куча других заболеваний. После перелома шейки бедра минимум, минимум 60% людей год прикованы к кровати, ну, по крайней мере, не могут сами себя обслуживать. А 20% не могут сами себя обслуживать после этого в течение многих-многих лет. Вдумайтесь, для мужчин, у которых, в принципе, остеопороз развивается реже и менее выражен, чем у женщин, но, тем не менее, для мужчин риск остеопороза на 27% выше, чем риск рака предстательной железы. Если у человека был перелом, связанный с остеопорозом, то риск повторного перелома увеличивается не менее, чем на 50%. То есть для таких людей вообще разговоры о профилактике, ну, это чуть ли не самое-самое главное. Для людей старше 50 лет вот такая статистика. У каждой третьей женщины и у каждого пятого мужчины возникнет перелом, связанный с остеопорозом. Ну, и теперь самое главное, может быть, самая страшная цифра. После того, как наступает перелом, после того, как становится очевидным, что этот перелом возник на фоне остеопороза, выясняется, что минимум 80% людей никогда ранее по поводу остеопороза к врачам не обращались. Причем вот эта цифра 80%, она актуальна для стран с развитым здравоохранением. Жуть, страшная жуть нашей страны состоит в том, что 99% людей в Украине про остеопороз слышат только тогда, когда случился перелом. Хотя меры профилактики доступны каждому, и в основе профилактики остеопороза лежат действия в трех направлениях. Направление первое – физические нагрузки. То есть фактически вот у меня на футболке сейчас главный способ профилактики остеопороза. Второе направление – это правильное питание. И третье направление – использование определенных лекарств. Лекарства для профилактики остеопороза по большому счету целесообразны большинству женщин в возрасте старше 65 лет. Ну, разумеется, после того, как с помощью обследования у них подтверждается уменьшение плотности костной ткани. Эти лекарства для профилактики остеопороза называются бисфосфонаты. Кому интересно, почитают об этом. Это препараты исключительно рецептурного отпуска. О них, по крайней мере, надо поговорить с врачом. Физические нагрузки – это все в ваших руках работаем. Ну, а про диету давайте расставим точки над «и». Диета должна быть такой, чтобы мы обеспечили наш организм достаточным количеством. Вот что надо обязательно? Надо кальций, надо витамин D, надо витамин K. Это ключевые вещи. Очень не помешает, мягко говоря, белок и аскорбинка. Очень нужны такие микроэлементы, как бор и медь. Вот, собственно говоря, перечень того, что нам надо обеспечить. Дефицит чего потенциально и очень часто бывает в организме пожилого человека. Дефицит витамина D, дефицит кальция, дефицит белка. Это вот самые главные дефициты. Поэтому, собственно говоря, нам надо перечислить те основные продукты, которые особо целесообразны в пожилом возрасте. Хотя, ребят, мы об этом уже говорили. Но еще раз обратим на это внимание. Это прежде всего молочные продукты. Любые молочные продукты. И цельное молоко, и йогурт, и творог. Это идеальный, просто великолепнейший источник кальция. Также источником кальция является рыба. Особенно консервированная рыба, которую можно есть вместе с костями. Разумеется, жирные сорта рыбы. Лосось, трескат, тунец, сардины. Все это великолепный источник витамина D. Фрукты и овощи. Это просто кладезь полезностей для профилактики остеопороза. Фрукты и овощи. Это и витамин С, и кальций, и магний, и, что очень важно, витамин К. Всегда желательно обращать внимание на обогащенные продукты питания. То есть сейчас нередкая ситуация, когда витамином D и кальцием обогащают продукты. Как правило, обогащают молоко, растительные варианты молока, ну типа рисового или миндального молока. Обогащают хлопья для завтрака, обогащают некоторые сорта хлеба. Короче, на это надо обращать внимание. Теперь несколько важных советов по поводу некоторых продуктов питания, актуальных в плане профилактики остеопороза. Обращаю внимание на бобовые. Это очень круто. Там кальций, там магний, там нужная клетчатка. Но в составе зернобобовых есть особые вещества, которые называются фитаты. Фитаты очень серьезно мешают усвоению кальция. Мы про это говорили вот в этом видео. Пожалуйста, прошу посмотреть. Это в принципе очень важно. Поэтому обращаю внимание на то, что бобы замачиваются перед употреблением. И это позволяет удалить фитаты, и они становятся очень полезными. Далее обращаю внимание, что все соленое для костей очень плохо, поскольку избыток в рационе натрия приводит к ускоренной потере кальция. Далее на усвоение кальция негативно влияет кофеин, но по большому счету диетические справочники вполне допускают, что в течение дня вы выпьете три чашки кофе. То есть три чашки кофе в день можно, а вот если больше, это уже будет лишний кофеин. Далее обращается внимание на другие кофеин, содержащие напитки. Ну, например, вот это коричневое с пузырьками, там еще и фосфора много, и все это также негативно сказывается на кальций. Поэтому не злоупотребляйте. Теперь ключевое по поводу еды. Самое главное, вот в отношении чего есть реально огромное количество исследований, что на частоту переломов оказывает влияние прежде всего количество кальция и количество витамина D в рационе. Я вам перечислил продукты, в которых есть кальций. Если эти продукты в достаточном количестве в вашем рационе присутствуют, можете расслабиться. Но если есть любые сомнения, то вы должны знать, оптимальная доза кальция 1000-1200 мг в сутки. Я знаю ваш запрос, в ближайшее время мы сделаем отдельное видео про препараты кальция, как их принимать правильно, что надо сделать, чтобы они усваивались и так далее. Но тем не менее, сразу обращаю внимание, кальций 1000-1200 мг в сутки. Чем вы старше, тем больше надо кальция. То есть, если для женщины старше 50 лет 1000 мг кальция в сутки нормально, то после 70 лет надо минимум 1200. Обращаю на это внимание. Теперь витамин D. Сразу обращаю внимание на то, что витамин D крайне сложно получить в достаточном количестве с помощью продуктов питания. Доступ к жирной морской, не фермерской рыбе достаточно ограничен, по крайней мере в нашей стране. Это раз. Без жирной морской рыбы, но только за счет молочных продуктов или яичного желтка, получить достаточное количество витамина D очень и очень сложно. Добывать витамин D с помощью солнца крайне не рекомендуется, особенно в пожилом возрасте, поскольку солнце это не только косметические дефекты, ибо фотостарение кожи, но и потенциальный риск онкологии. Поэтому в 21 веке настоятельно рекомендуется добывать витамин D не с помощью солнца и не с помощью еды, а применительно, например, к Украине проще всего добыть витамин D в сети аптек 911, например, с помощью классного витамина D от доктора Комаровского. Но у вас всегда есть выбор, но на хороший витамин D ссылочку я вам оставлю в описании. В общем, ребят, профилактика остеопороза исключительно в ваших руках. Исходя из этого, делаем правильные выводы.